Приветищи! Мы находимся в картонном мире и сейчас я тебе объясню почему мы здесь находимся. Дело в том, что в прошлой серии я говорил, что это финал, но я сказал, что я обязательно поиграю, когда выйдут обновления и сегодня настал тот день, вышло обновление, ввели кучу всего нового и очень много печального. Смотри, появилось новое задание, царь горы, открываем журнальчик, царь горы выполняем, дают нам 99 стрел каких-то, но это ерунда. Поставщик, квест, я его выполнил, нужно было забить весь инвентарь вот этими аксессуарами, я его забил и мне тогда ничего не дали, а в этот раз, если бы я его выполнил, мне дали бы вот такой вот ионовый крутой меч. Эх, и тут, короче, по всем квестам, так смотри, какой крутой лук могли дать. За терминатора колечко дают, за гонка вооружений новую каску дают, короче, надо было потерпеть немножечко, не выполнять квесты и сейчас бы я получил крутую награду, но что поделать, ладно, что есть, то есть. Дело в том, что я тебе сейчас покажу новое вооружение, да, добавили новые пушки, ну как пушки, эти, мечи, стрелы, луки, арбалеты и прочее, 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 добавили новую руду, убавили количество хп, теперь у меня 740 хп и выносливости просто овер дофига, смотри, там 13 тысяч выносливости, я теперь просто могу бесконечно бегать. Также немножечко текстуры поменяли, смотри, какая у меня бензопила, она такая, как будто снежная стала или ледяная, я не знаю, давай от первого лица тебе покажу, вот такая вот, смотри, да, текстурка стала получше, теперь словно это металлическая нормальная бензопила. Что мы с тобой сейчас сделаем? Мы, короче, немножечко рубим деревья и опускаемся на дно нашей шахты, добывать новую руду, особенно ту цветную, которую ты просил в комментариях, типа, добудь ту цветную руду, которую ты видел на дне, когда мы с тобой спустились в ад нашей шахты. Так вот, сегодня мы ее добудем и сделаем из нее, я тебе покажу что. Но сперва мы рубанем с тобой, конечно же, деревья, чтобы сделать кучу-кучу-кучу факелов, потому что в пещере стало и еще красивее, чем было ранее. Ну и еще нам нужно доделать с тобой доспехи, а сделаем мы как раз новенький, мне нужна касочка и перчаточка, как ты помнишь, в прошлой серии они у меня сломались в самый неподходящий момент. Шахта, 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 шахта моя шахта. Итак, здравствуй, милый дом, точнее, милая шахта, мы снова вернулись сюда. Смотри, короче, вот что у нас здесь новенького появилось. И самое интересное, что теперь, теперь, о да, мы можем делать ионовые мечи, у которых прочность просто зашкаливает, они теперь убер-крутые, эти ионовые сабли. И они есть трех видов, это титановая ионовая сабля, есть тори-ионовый, ион-сабер, нифига себе, она тут по-другому называется, тори-ион-сабер. А это как? Метеорит ион-сабер. Ну, метеорит мы с тобой видели. А, а подожди, а где цветная руда, я не понял. А цветная руда? А что можно из цветной руды сделать? Странно, видимо, еще не ввели сюда новых предметов, которые можно сделать из той руды, которую мы видели с тобой на дне. Ладно, зато есть доспехи, вот такие вот доспехи новые, появились тяжелый бронированный шлем. В общем, мы их обязательно сегодня с тобой попробуем сделать. Что нам нужно добыть? Ага, метеоритная руда нужна, ясно. И также добавили новые аксессуарчики, вот такие вот из метеоритной тоже руды. Какие они красивые, надо бы их сделать. Также есть тори-вые вот такие вот всякие аксессуарчики и титановые, естественно. В общем, пока что вот что ввели. И сейчас мы с тобой спускаемся на дно нашей шахты, чтобы добыть руду и сделать все это крутое вооружение. И обязательно, обязательно ионовую саблю, я прям вот хочу ее сделать. С такой прочностью, с такой мощью, это же просто вообще разнос будет этой шахты. Ах да, я же еще хотел, подожди, сделать побольше факелов, чтобы осветить пещеру и показать, насколько она стала красивой. Вот таких вот, я думаю, мне хватит, да? Штучек 10 давай замутим. Все, пошли. И пока мы с тобой бежим, я думаю, ты уже начинаешь замечать, что в пещере стало намного-намного больше руды. Ты посмотри. Во, цветная руда, которую мы видели с тобой на дне. Так, сейчас мы ее с тобой добудем. Подожди, надо здесь факел поставить. Сейчас, 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 как бы его приспособить здесь. Куда бы его ваткнуть? Вот так. Здесь не видно нифига. Вот так. Да что ж такое-то, все не видно. Вот так вот. Вот, сейчас добудем. Как мне повезло. Добываем ее. Ты видел, какая она была странного цвета? Ярко-фиолетово-розового, или что это за цвет? И, кстати, прикинь, это... На меня никто не нападает. Это твердый камень, твердый... Торевая руда? Это торевая руда? Серьезно? Серьезно? Я думал, это какая-то другая новая руда. Или, погоди, или это торевую руду, ей текстурку заменили. О, смотри, там какая фиолетовая, темная. Офигеть. Какая-то новая руда появилась. Смотри, сколько здесь руды. Просто капец. В шахтах стало намного больше руды. И чувствую, я сейчас огребу людей, потому что слышу, что кто-то ходит там над моей башкой. Так. Достаем свою саблю. Тихо-тихо-тихо. Опа, нифига себе. Смотри, какие дроны здесь стали под землей бродить. Я не понял, а что вы здесь делаете? Вы же на поверхности в основном были. Ну ладно, иди сюда. Поговорим с тобой. Получай. Вот так вот. Больше никого вроде нет. Ладно, давай по-быстренькому сейчас здесь руду соберем. Собираем. Да еще... Еще один приполз. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну то, что сделали большое количество руды теперь в пещерах, это очень круто. Ой-ой-ой-ой, вас тут двое. Интересно, я их уделаю сейчас или нет. Здесь, короче, баланс в игре изменился. Ну, ты уже сам понял, да? По количеству моего хп. И я теперь не знаю, насколько я живуч. И насколько я могу глубоко забраться в эти шахты. Ну, будем по мере разбираться. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Вы что, решили из всей пещеры на меня сагриться, что ли? Да что ж такое-то? Ладно, добываем. Фиг на них. Оп, упал. Здорово. Где вы? Четырюги. Четыры. Как я вас ненавижу. Получай. Забрали. Хочу добыть вот эту руду. Где факел? Факел, факел. Хочу поставить его здесь. Блин, какая она красивая. Давай попробуем. Кирка получше нужна. Ториу достаем. Наша говнястая вот эта вот кирочка. Сейчас я тебе ее покажу. Я тебе ее вроде показывал тогда. Ай, блин. Да что ж такое-то, а? Где моя кирочка? Давай, доставай ее. Ториую. Вот она, говнистая моя кирочка. Она выглядит реально как какашка какая-то. Так, добываем. Пробуем. Да, получается этой киркой добывать эту руду. Что это за руда такая? Это у нас... Она тоже светится, так странно. Это метеоритная руда? А раньше-то она покрасивее была. Такая лавовая, интересная. Ну, так не круто. Они взяли все текстурки, поменяли. Что за беспредел? Ну-ка давай в инвентаре посмотрим, где это. Где-то. Вот у нас метеоритная руда. Ну да, она действительно стала по-другому выглядеть. И титановая руда. А это у нас ториевая руда. И получается, что вот у нас три разновидности новой руды? Да вы что, прикалываетесь, если вы просто текстурки поменяли? Пффф. Да. Ну ладно, хоть вещей новых добавили. Но самое главное, это, конечно же, ионовая сабля. Ладно, поехали вниз, спустимся с тобой. Так, я, кстати, потерял... Потерял этот. Очень много живности в пещере стало обитать, которая в основном на поверхности летала и существовала. Так, мне нужно... М-м-м-м-м... Где-где-где-где? О, здорова! Хе, нифига себе, на шее у меня сидит кто? Да что ж такое-то? Мне нужно срочно найти... Найти... Да блин, еще один. Да что ж такое-то? Где моя лесенка? Я не понял, я потерялся. Лесенка моя... Где же ты у меня? А-а-а-а... А-а-а... А, вот она, вот она лесенка. Все, нашли. Нашли. Спускаемся дальше. Смотрим, что у нас есть дальше. Достаем факел наш. Где факел? Вот он. О-о-о-о! Во-во-во-во! Красатишь какая! Все, вот это вот не самый, да, у меня? Так, кто у нас? Я не понял, а где стражи? Почему стражи убрали? Почему здесь какие-то дроиды бегают? Офигеть. Походу тут конкретно что-то переработали или конкретно все забагали. Так, здорово, гоблины! Вместо дикарей обычные гоблины бегают. Вместо стражи обычные дроиды пустоты. Может быть это даже на руку? Ну ты посмотри сколько руды стало, это же капец. Копай не хочу. Офигеть. Давай здесь поставим вот так вот. И вот там вот наверху еще. Просто чума. Опа! Зашел сзади кто? Выкусил, накусил. Вот тут надо тоже пакел воткнуть. А здесь вот. Сейчас раскрасим. О, вот этот изумрудик я бы хотел достать. Но потом достанем, ладно. Сейчас мы тут. Блин, ты посмотри, ну как же там красиво все из-за этой руды. Разукрасили ее, конечно, но... К сожалению, не доделали текстурки. Они вываливаются почему-то все одной текстурки. Фиолетово, яркое, токсично-фиолетового цвета. Что вот этот вот Тори. Что метеоритное. Ну видно, что текстурки просто нет. Короче, не доделали разработчики. Поленились и выпустили сырую обнову. Ну, как обычно это в принципе бывает. В инди-играх. С ранним доступом. Знаешь что? Предлагаю покопать еще глубже. И добыть как можно больше метеоритной руды. Потому что Ториеву мы с тобой... О, Ториеву мы с тобой видели. Метеоритную мы с тобой тоже видели, но мало. И чем больше мы ее наберем, тем больше мы мощных доспехов сделаем. Ну и соответственно ионный... Как он там? Метеоритный ионный меч тоже сделаем. Да, конечно. В пещеру теперь стало легче забираться. Потому что здесь нету... Дикарей. Это гоблины-дикари, которых ты помнишь? Такие шаманчики. И нету роботов-стражей. Это максимум, докуда я укопался. Но теперь у нас есть возможность прокопаться еще глубже. Потому что монстрюганов стало меньше. Где мой факел? Тут очень темно. Нифига не видно. У-у-у, какая глубина. Офигеть. Тут, короче, чем глубже, тем больше вот таких вот всяких полостей. Точнее не полостей, а отверстий. Куда очень легко провалиться, если ты без факела тут бродишь? В темноте кромежной. Да что ж такое? Куча гоблинов. Во! Кладезь какая! Метеоритные руды. Офигенно. Сейчас мы ее быстренько здесь добудем. В факелы только надо поставить. Сейчас осветим эту местность. Местность осветим. Вот так. Вот так. И куда еще? Да что ж такое-то? Уйдите, нечистые. Демонята. Еще гоблин надо. Гоблин, наверное, салука сейчас. Сарбали это. Жбахнем. Вот так вот тебе. В тыкву твою зеленую. Да не бегай ты, стой на месте. Вот так. Все хорошо. Добываем. Во! Куда-то прокопались, смотри-ка. Сейчас выйдем. И углядимся, что у нас здесь есть. Кикс. Здравствуйте. Ай-яй-яй. У меня, кстати, меч почти сломан. Вот это очень плохо. Очень плохо, потому что сейчас, если на меня кто-то накинется большой компанией... Блин, меч сломался. Слушай, я, кстати, в принципе, и руками неплохо так справляюсь. Очень... А, нифигасе, у меня руки какие мощные. Офигеть. Смотри. На, получай. С двух плюх демона уношу. А гоблина с трех. Ну, ладно, в принципе, пойдем. Ой, литочка, литочка, иди сюда. Офигеть. Блин. Как... Какой резкий обрыв. И сколько там руды? Тебе, мне кажется, нифига здесь не видно. Очень темно. Сейчас я свет здесь делаю. Да что ж такое? Смотри, сколько тут бежит. Это просто капец. Со всех челей. Еще и лица прибежал. Вот это да. Вот это я, конечно, в рукопашку раздаю. Вот это я жесткий. Вот так вот осветим пространство. Тихо. Тихо. Сейчас я вам тыкву дам. Получай. Вот так вот. Нокаутировал просто. Упал. Так капец. Не хотел я, конечно, падать. Здесь есть подъемчик. Отлично. Это хорошо, что можно подняться. Ладно. Значит, я могу продолжать бегать по этим туннелям. И просто кулачищами своими разносить все. Жесть, какой мощный. Офигеть. Это просто конец. Конец зиму. Насколько я мощный. Итак, мы выбрались с тобой на поверхность. И я узнал одну интересную штуку, когда закрывал дверь. Оказывается, что факелы можно тушить. Ты знал об этом, не? Смотри. Давай тушить. Вот и все. Нужен свет. Включил факел. Не нужен, отключил. Как электричество работает. Шикарно. Ой, ладно. Все. Закрываем эту дверку. На сегодня поход в нашу... Закрывайся. Шахту окончен. Мы добыли достаточно с тобой руды. Вот так вот. Это у нас 38 метеоритной руды. Где у нас еще здесь есть? Титановая руда у нас. Просто ее капец. Сколько? 99,25. И ториевая руда. Вот она. У нас ее 55. Я думаю, нам этого будет достаточно, чтобы сделать новые доспехи и инструментики. Но для такого количества переплава нам понадобится огромное количество древесины. За ней-то мы сейчас и отправляемся. Итак, приступим к переплавке. И начнем мы с метеоритной руды. Странно, конечно. Выглядит она как-то вот так вот. Рудой. Фиолетовым таким цветом, оттенком. А переплавливается она в какую-то дешманскую мить. Странно. Очень странно. Так, я голоден, как обычно. Как же я люблю пожрать. Вот так вот. Тухлятенький закусил. Продолжаем переплав. Сейчас у нас пойдет ториевая руда. Ну, собственно, все. Титановых слитков у нас получилось 62. Из этого мы сделаем броню. Метеоритных слитков 19. И ториевых 27. В общем, насчет метеоритного и ториева мы сейчас будем с тобой разбираться. Что и с чего делать будем. Где у нас титановые? Вот они, титановые доспехи. Сейчас мы их с тобой замоким. Слитков у нас полно для этого дела. Нужна только грубая кожа и бриллиант. Бриллианты я, кстати, не помню. Есть у меня здесь, нет? Или мне придется домой бежать? Бриллиантов всего два. Вот это катастрофа. Придется домой туда. А, не, вот подожди. Семерок. Девять штук в общей сложности есть. Все равно придется домой бежать. Ладно, поехали ко мне в мою пашинку. Ох, моя крепость. Как давненько я не был здесь. Соскучился уже. Заходим. О, бриллиантов у меня дома целых 57 штук. Это кошерно. Нам, короче, сейчас с тобой нужно еще понасобирать растительных отходов. В очень большом количестве. Чтобы сделать из крепкой кожи шнурок. Как это правильно называется? Ну, короче, полоски. О, крепкие полоски нам нужны. О, 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 о. Тихо, у меня для меча нету. Сейчас я тебя щипчиками закусаю. Вот так вот. Щипцы рулят. Термоназавра с щипцами. Или это раптор. Да, это раптор был. Раптора с щипцами защемел. О, где мои тут отходы эти растительные? Теперь мутим полосочки. Да что ж такое? Опять голодный. А-а-а. Как же меня это бихит. Много буду жрать, стану жирным. Хорош. Сейчас тухлячка опять вкину. Может быть это из-за того, что я постоянно тухлое мясо хаваю? Вот так вот. Почти, почти сдох от этого тухляка. Но ничего. Я вроде жив. Значит так. Переходим к нашим доспехам. Делаем. Эээ. Перерисуем ее или нет? Или так оставим. Вот так вот я сделаю здесь для рта отверстие. Немножечко уменьшил отверстие для глаз. И хочу сделать сзади. Вот здесь вот такие бешеные, крутые, дьявольские рога. Сейчас попробую их нарисовать. Эээ, кривенько получилось. Ну ладно. Кривенько, но красивенько. Вроде бы все. И вот передничок мы сейчас тоже с тобой перерисуем. Вот этот вот, вот этот вот. Что это такое? Как будто мне мечом кто-то зарядил. Нет, мне нужно ровненько, чтобы все было. Вот так вот. Козырек от кепочки. Хе. А это типа мои волосишечки. Или куча раз мне мечом сюда зарядили. В общем, делаем. Одеваем. Ну-ка, смотрим. Ух, опасно. Опасно просто. Жесть. Красиво, красиво. Так, следующий доспехи у нас будет тело. Тело я бы хотел, конечно же, тоже перерисовать. Так, это в виде черепка такой. Здесь мы сделаем отверстие для попочка. Вот так. Сквозное проветривание. Ну кожа все-таки она плотная. В ней будет потненько. Шортики, значит, шортики. Что это за юбка? Мне нужны нормальные шорты. Во, шортяги. Нормал. Наплечник. Наплечник у меня будет мощный, массивный. Несколько злойный. Вот такой вот. Вот это я понимаю. Вот это наплечник. Нагрудник. Надо такую грудину мощную замутить. Сейчас нарисуем, как у ниндзя черепашек. Вот такой вот. Хопа. Как отчечи. Ооо. Ха-ха-ха. Вот это грудина у меня получит. Хе-хе-хе. Жесть. Ладно, оставляем. Это прикольно. Поясочек. Поясочек тоже перерисуем. Вот такой вот поясочек. И бляшечка на ремне. Блин, хотел сделать черепоку, а здесь не рисуются глаза. Ну что это за дела вообще? Как это так? Что за дискриминация? Ладно, сделаем один большой глаз. Даже такой не рисуется. Беда. Вот это беда. А такой? Да вы что, прикалываете, что ли? Какой мне надо глаз-то нарисовать, чтобы... О, ну ладно, пойдет. Так пойдет. Все, рисуем. Так, тело готово. Ну, в ручечках тут менять в принципе особо нечего. Разве что полностью руки все закрыть. Мне не нравится, что тут только запястье закрыто. А мы сейчас полностью руки закроем. Во! Вот это я понимаю. Вот это другое дело. И штанишки мне тоже не очень нравятся. То, что вот эта верхняя часть, это кожа. Мы сейчас сделаем полностью-полностью все части металлические. Во! Сапоги получились. Нормально делаем. Ну вот, собственно, и все. Мы с брони закончили. Сейчас я тебе покажу, что у нас получилось. Та-дам! Тумба-юмба у нас какой-то получился. Сзади вид, конечно, устрашающий. Сейчас я уберу щипчики. Переворачиваем камеру. Да, на грудник, конечно, получился огонь. Ну, слушай, смотрится классно довольно. Мне нравится. Сапоги прям подошли как раз. Полностью ноги все закрыты. Руки все закрыты. На башке козырек зачетный. Так, я не понял, кто там у меня ходит? Кто там по окошке? Каза закрыта! Никого не обслуживаем. А, это раптор тут бегает. Ладно, пошли. Пошли, надаем ему люлей. Щипцами сейчас защимим его. Как в прошлый раз. Иди сюда, пупсик. Иди сюда, сейчас мы тебя слоим. Че ты хочешь пожрать? На тебе, вот так вот тебе пожрать ему. Вот, выкуси. Я сейчас твоим мясцом пожру. О, отлично. 15 штук. Мясца у меня уже есть. Ну что, теперь предлагаю сделать ионовую саблю. Где она у нас? Ионовая сабля метеоритная. Самая мощная. Ух ты, какая рукоятка мощная. Офигенно просто выглядит. Блин, ну я тут не могу ничего переделать. Тут просто все шикарно выглядит. Очень классно. Просто делаю такую и все. Ионовая сабля. Ну-ка, покажись. Друг. О, красота. Просто вообще дикая. Метеоритная ионовая сабля. А, да. Еще и в таких доспехах я просто выгляжу как супергерой. Мощь. Ну-ка, иди сюда, робот. Иди сюда. Давай-ка. Битва. Отведай мои. Нифига себе, с двух ударов обычного дроида пустоты выношу. Вот это жесть, конечно. А по прочности, что у меня там? Ну-ка, давай глянем. По прочности, да. Прочности просто гора. Ух. А там что-то еще написано? Ну-ка. Невероятно мощный энергетический клинок. Да. У меня невероятно мощный энергетический клинок. Ну что, вот такая вот ионовая сабля. Вот такие вот доспехи. Новую руду мы с тобой посмотрели. Что это нифига не новая. Просто измененные текстурочки. В общем, еще осталось только добраться до Квиста Царь Горы. Выполнить его. И все. В этом обновлении мы тоже прошли с тобой все. Ждем нового обновления. Надеюсь, оно будет больше. Там пофиксят наконец-то байки. Уберут наконец-то этих читерских монстров. Чтоб они не бегали сквозь стенки и не прилетали откуда угодно. Ну и также добавят новых крутых вещичек. И наконец-то добавят, чтобы можно было ездить на рапторах. Или еще какие-нибудь издовые существа появятся. Я прям этого очень жду. Вот. Ну а на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось. Если это так, с тебя лайкосик. Комментосик под видео. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok